Успешно реализовали. Специалисты Министерства экономики подвели предварительные итоги программы поддержки малого и среднего бизнеса. В течение трех лет из бюджета области выделялись средства на развитие молодых предприятий. Одним из передовых в освоении финансовой помощи стал Калининский район. Подробнее в сюжете Екатерина Барковской. Вот этому крольчонку пару недель. В 10 дней они начинают открывать глазки. Вот он уже хорошо двигается. Скоро начнут выпрыгивать и уже кушать. В семействе кроликов, живущих на небольшой ферме на окраине Калининска, прибавление. Предприниматель Александр Гусев рассказывает, для своих подопечных купил 8 миниферм, которые оборудованы всем необходимым. Теперь, говорит фермер, заниматься разведением пушистых зверьков стало гораздо проще. Миниферма обслуживается, ну вообще как бы каждый день нужно проходить, смотреть. Вот. Ну вообще заправляется кормом, сеном и водой. Где-то раз в месяц. Вот. Вода чуть почаще. Там раз в неделю. Она подогревается. Здесь 10 литров воды. Подогревается кипятильником обычным, это электричество. Вот. С другой стороны, вот, можно посмотреть, это сенник. Значит, туда набивается сено. Сено я сам заготавливаю. Эти, на первый взгляд, незамысловатые инкубаторы стоят порядка 50 тысяч рублей. Собственными силами приобрести минифермы начинающему предпринимателю было не под силу. 260 тысяч рублей на их покупку Александру были выделены в рамках региональной программы развития малого и среднего бизнеса. По словам предпринимателя, теперь у него лишь одна цель – развести в кратчайшие сроки около 5 тысяч голов кроликов. Для постоянной реализации пушного и мясного сырья на рынке Калининска и Саратова. А пока Александр может продавать живность лишь в мелкую розницу. В основном на Новый год, ну и зимой. Ну, в данное время, как бы, особо никакой реализации нет, потому что идет только развитие. Я стараюсь увеличить поголовье. Ну, постараюсь на этот Новый год, конечно, что-то я и буду реализовать. Региональная программа по поддержке малого и среднего бизнеса реализуется в Саратовской области с 2012 года. По словам специалистов Министерства экономики, для успешного развития этой стратегии было принято нестандартное решение. В 2012-2014 годах мы пошли на своего рода эксперимент, передали все средства грантов муниципалитетам, ориентируясь на то, что, безусловно, на местах виднее приоритетные точки, ниши производственные и сферы услуг. Получив в 2012 году весомую денежную поддержку в 264 тысячи рублей, Вячеслав Ващенко, стоматолог со стажем, смог осуществить свою мечту – оборудовать рентген-кабинет в собственной клинике. Помимо необходимой для этого компьютерной установки удалось также купить и радиовизиограф. Теперь поликлиника «Добрый доктор» является одной из лучших в районе. На лечение сюда ежегодно приходят 3000 пациентов из Калининска и его окрестностей. Люди говорят, раньше были вынуждены ездить лечиться в Саратов. Раньше я ездил целый день, у меня выходил только в это. А если зуб нормально лечить, это два-три раза ездишь. Сейчас я здесь все на месте лечу. Здоровьем жителей Калининска теперь занимаются не только медики, но и спортивные тренеры. Впервые за несколько лет в районном центре удалось открыть единственный в городе спортивный зал. Необходимые инвентарь и тренажеры были оплачены за счет субсидий по программе. В сумме 280 тысяч рублей. Теперь большую часть свободного времени калининская молодежь проводит у спортивных снарядов. У нас очень много жителей в городе Калининске. И такового спортивного зала не было. Мало увлечений. Молодые люди в основном мало занимаются полезными оздоровительными культурами. И поэтому я думаю, что сюда полезно ходить. Мне очень нравится. Часто хожу. Региональная программа развития малого и среднего бизнеса была рассчитана на три года. В 2015 срок ее реализации заканчивается. Но специалисты Министерства экономики планируют продлить действие программы на следующий год. Екатерина Барковская, Алексей Фенин, РНТВ, Саратов.